Воспитанники специальной общеобразовательной школы-интерната и их сверстники из нескольких школ Пинска стали участниками совместного мероприятия, цель которого – объединить детей, помочь им правильно и позитивно воспринимать друг друга. Владимир Городнюк расскажет подробнее. Задумка организовать мероприятие, в ходе которого ребята вместе проведут время и найдут общий язык, пусть даже и жестов, очень хороша, считает директор школы-интерната Людмила Боречевская. Ведь почти каждый из учащихся этого учреждения образования сталкивается с проблемой, к примеру, когда пересекается с такими же подростками на улице. И хорошо, если они с пониманием относятся к физическим особенностям сверстников, но бывает и наоборот. Сейчас в Республике Беларусь инклюзивное образование занимает ведущее место. Это проблема очень актуальна, интересна. И вот в рамках данной проблемы было принято решение провести неделю, как она называется, неделя инклюзии и счастья – это когда тебя понимают. На это настроило и то, что участников инклюзивной встречи между собой не делили, а рассадили за столики смешанными составами. Так ребятам было и веселее, и интереснее участвовать в мероприятии. Для чего это делается? Для того, чтобы дети общеобразовательных школ понимали, чувствовали, умели себя вести, умели общаться, контактировать с учащимися, имеющими не только нарушения слуха, но и иными другими нарушениями. Ну, в нашем случае это будут учащиеся с нарушением слуха. Почти сразу задор харизматичного ведущего мероприятия. Педагога-организатора Николая Клюзко увлек собравшихся подростков показать себя в предложенных играх и развлечениях. В ходе их школьники между собой порой никак не отличались. Все такие же подвижные и любознательные дети. Я вообще придерживаюсь того мнения, что нет людей, которые какие-то не такие. Просто у каждого человека есть какие-то свои особенности, они есть и у каждого из нас. Просто, может, они не такие явные, как у людей, которые их не могут слышать. Я решил поучаствовать в этом мероприятии, чтобы поближе познакомиться с такими людьми, потому что ранее у меня не было такого опыта. Мне очень нравится то, что здесь не ставят детей с особенностями в отдельное место, в отдельную команду, а именно здесь их собирают с другими детьми, чтобы они могли проявлять свои возможности. Настолько учащиеся нашего учреждения образования хотят общаться со слышащими сверстниками, что они очень сильно стараются. Как правило, они общаются с помощью слуховых аппаратов, с помощью жестовой речи. И мы вот уже видим из практики, что ребята из других школ города Пинска стараются хоть частичку, немножечко выучить жестовый язык, для того, чтобы тоже была возможность общению и контактам. Пожалуй, самый главный вывод из такого мероприятия сделал восьмиклассник Богдан Богатко. Среди ребят из школы-интерната у него не было друзей. Теперь может появиться, и он готов даже выучить простые жесты, чтобы ими сказать при встрече «Привет», «Спасибо» или «Как дела». Я считаю, что все мы равны. После этого мероприятия не должно быть таких людей, которые вышли и забыли все. Если мы встречаем, например, такого человека на улице, мы должны относиться ко всем людям хорошо, здороваться, общаться. Проведение инклюзивного мероприятия было рассчитано на пять дней, в ходе которых его участники отправлялись также в гости друг к другу. Так с ребятами из школы-интерната еще больше подружились их сверстники из второй, одиннадцатой, пятнадцатой и шестнадцатой городских школ. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!